Буквально не так давно, на днях, завершился благополучно поиск двух маленьких девочек в Кемеровской области. И для нас это настоящая радость. Адриана Расписная к команде «Лиза Алерт» присоединилась 4 года назад. Это специальный поисковый отряд, который работает по всей стране. В прошлом году от родителей поступило 161 заявление. 158 детей удалось найти живыми, трое погибли. В 2023 поступило сейчас 66 заявок. Из них один ребенок, к сожалению, погиб. Три заявки – это родные найдены. Когда происходит обратный поиск, мы нашли ребенка, ищем его родителей. Три заявки неподтвержденные, и остальное количество – это дети все найдены и живы. Загулялся, не предупредил родных, разрядился телефон, поругался с родителями. Это основные причины пропажи детей. Таких почти всегда находят. К огромному сожалению, летом мы сталкиваемся с тем, что большое количество трагедий происходит именно из-за воды. Дети тонут. Также причиной пропаж могут быть выгребные ямы, колодцы, открытые люки и старые холодильники, которые часто хранят на даче. У старых холодильников есть такие затворные механизмы. Дети иногда забираются и не могут выбраться. Массово дети начинают пропадать с апреля, говорят в полиции. С начала года им поступили заявления на розыск 224 детей. Сейчас в этом списке четверо несовершеннолетних. Это мальчик 2006 года, он уже 15 раз покидал детский дом. Девочка – воспитанница приюта, у которой отклонение в развитии. И еще одна девочка – заядлый бегунок. Уходят и из благополучных семей. Просто из-за того, что ребенку не купили, например, тот же, я не знаю, айпад. То есть это человек, который вседозволенность определенная. То есть, опять же, родители откупаются от ребенка. То есть не уделяют, может быть, лишние пять минут своего времени. Зато у него есть вот это, вот это, вот это и вот это. И когда он не получает очередную свою хотелку, то, естественно, возникает конфликт. И он просто может на зло родителям взять и уйти. Сейчас детей находят быстрее. В 95% случаях – в первые 10 суток. На сегодня в Татарстане 484 без вести пропавших. Это и взрослые, и дети. По 193 фактам возбуждены уголовные дела. Еще с 90-х годов в розыске остаются 18 ребят. Ну, в основном, это дети, которых разыскивают, скажем, родители, которые находятся в разводе. Как правило, с тем, кто находится ребенок, с матерью или с отцом, они просто скрывают и не говорят о своем местах рождения. Бывает так, что мы находим маму, но они не говорят, где находится ребенок, и не сообщают свой адрес места жительства. Нам приходится уже искать другие варианты, чтобы удостовериться, что ребенок живой. Более 10 лет, по словам правоохранителей, в республике не фиксируют случаи похищения детей. Последние были в Закамье в 96-м. Мы решили спросить у казанцев, готовят ли они своих детей к встрече с незнакомцами. Предупреждала, чтобы, если, допустим, машина останавливается какая-то, или чужие люди там, допустим, как-то обращаются, говорят, давай довезем. Чтобы, ну, как говорится, предупреждала, чтобы ребенок знал, что не подходить. Говорю, чтобы не разговаривали. Шли дальше. Но все равно нужно озвучивать ценность себя, и особенно от того, принимать ли чужие вещи или нет. И то, что дает мама и родители, это превыше всего. Заявление о пропаже человека в полиции должны принять сразу. Нет такого, чтобы ждали три дня. Помогут и поисково-спасательные отряды. В Татарстане их шесть. Через год они планируют нарисовать мурал на стене дома в центре Казани. В память о всех пропавших детях, которые так и не вернулись домой. Алия Харудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.